добрый всем день добрые зрители доброго канала с вами волонтер бездомных животных и приют отвори добро наталья в данном ролике расскажу вам о том что в среду мы ездили с венечкой город рязань на мрт сделали нам мрт груда поясничного отдела в прошлом ролике девочки я говорила о том что мрт обойдется нам в 20000 я когда это говорила я имела в виду две проекции потому что нам сказали нужно сделать проекцию грудного отдела и поясничного поэтому позвонив в клинику я спросила сколько стоит у них данная услуга мне сказали 8 10000 это одна проекция но уже когда мы приехали на осмотр к неврологу мы записались к неврологу он же нам делал мрт а вот и снимки были на руках он спросил какой отдел позвоночника нам поставили ну перелом в каком отделе я сказала в двенадцатом и в принципе доктор молодец он сказал мы обойдемся одной проекции грудопоясничной поэтому венечки сделали грудопоясничные отделы мрт ну вот и данная услуга нам обошлась в 10 900 ну вы увидите в чеке но плюс как всегда расходы на бензин покупал отдельные 5 пеленочек 200 рублей купила катетер на всякий случай домой это 80 рублей сейчас конечно очень много уходит финансовых средств на пеленки потому что писаем только на пеленки покупал купила купил ему бониоцин присыпки потому что убираем вот эту всю влажность моча у него к сожалению еще немножко подтекает вот но лечимся и вы увидите в данном ролике что венечка уже вы прям последние сейчас прям два дня пятница суббота у него проходит вот этот неврологический тремор отвлечения от того что его как бы помогают очень уже прямо ждет и привлекает внимание чтобы я была как можно чаще рядом с ним но при всем при этом достаточно очень он терпеливый мальчик такой выдержанный выдержанный парень прямо умничка до первые вот первые недели была очень сложная практически не спали с ним вообще он постоянно что-то переживал весь дергался куда-то пытался бежать но я понимаю его прекрасного не понимал что с ним происходит сейчас наверное он уже просто понимает что насколько возможно мы его спасаем ну что нам поставили у нас перелом 12 позвонка с разрывом спинного мозга до разрыв спинного мозга как бы для людей для животных но в моем случае я всегда говорю что для нас это не приговор если вы все кто давно со мной знаете да нашу собаку фросси у которой внутри доктора сказали что это стопроцентная колясочница у фросси разрыв спинного мозга но тем не менее фросси наша пошла через год но она пошла да это не сразу да колясочники могут пойти через год через два но есть уникальные случаи об этом говорит даже нам сам рассказывал николай что из большой неврологической степени дефицита собаки но какое-то время после колясок начинали ходить кто не знает что такой криптор 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 это кобель у которого к сожалению одно яичко и если она в паховой области то с возрастом могут эти яички дать опухоли у них есть три вида опухоли поэтому что если у кого-то появляется в семье собака криптор с одним яйцом то самое важное сделать им кастрацию до трех лет это обязательно надо венечко едет мрт до солнышко а во вторник у венечки будет кастрация и ампутация хвостика мы с николаем будем его измерять и заказывать колясочку нашему сладкому мальчику до венюша мой как он испугался после мрт да где же мама где мама до лапку дай лапу 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 мой солнышко лапу тимусь зайчик едем скажи дорогие большое всем искренне спасибо кто отзывается кто помогает венечки венечки венюшечки да где лапка дай лапка лапка моя лапка 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 моя лапочка зайчик семечко мою мальчик ну клёпа клёпе сделали первую операцию а николай оставил его пока в клинике под присмотром и в понедельник в понедельнику клёпу уже будет 2 операцию поэтому во вторник я еду клёпу забирать и заодно мы сделаем вене сразу кастрацию ампутацию хвоста и сделаем замеры обязательно не будем заказывать коляску и еще хочу обратиться к своей большой дружной семье по поводу кира кира да кира у нас глухая но не сто процентов слепая то есть вверх кира видит какие-то издали силуэты грани какие-то поэтому она достаточно хорошо ориентируется в пространстве в пространстве она не натыкается на какие-то предметы то есть у нее достаточно в этом плане все нормально но я обращаюсь к вам моя дорогая дружная семья кире срочно нужен дом дом тепло заботы и любовь это ребенок который пережил сильнейшую череп и мозговую травму от рук не до человека и поэтому кирочка очень очень ждет вас добрых и любящих мам и папа приглядитесь к этому милому пушистому ребенку с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют и твори добро натали вот такие новости у нас на сегодняшний день и хочу сказать огромное спасибо всем 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 кто с нами спасибо всей моей большой дружной семье с прошедшим вас рождеством с наступающими вас всеми праздниками здоровья хочу пожелать вам всем здоровья здоровья и еще раз здоровья потому что здоровье это самое важное в нашей жизни мы как всегда надеемся и ждем вашей помощи для этого милого пса лекарства все я подключил насколько возможно но без вашей помощи мы не справимся с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют и твори добро наталья и Субтитры создавал DimaTorzok